Вот эта вот жизнь будет для нас нормой. Жопа, рабочие места исчезнут, стресс, бабок нет. Если вдруг что-то наладилось, знайте, оно скоро испортится. Горизонт планирования неделя. До нового года еще дожить надо. Самогон будет, живем. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет, сегодня я вам расскажу о важных новостях, которых нет вообще на других каналах. Ну и по традиции начнем, конечно же, с хороших новостей. В зоопарке Старого Оскола Белгородской области появится комфортабельный туалет с террариумом. Короче, как рассказали в местном издании о скользкий край, ожидается, что в зоопарке построят удобный туалет с горячей холодной водой, а в том же помещении, где и туалет, да, расположится террариум с экзотическими животными. Ну, понимаете, что происходит? Террариум, это где змеи и ящерицы, да, и вот если ты пришел на них смотришь и испугался, и может даже обосрался, да, если что, будет рядом туалет с горячей холодной водой, но новость же замечательная. Вот в наши времена нам только такие новости, да, поправляют настроение. Ну, если ты согласен, пиши мне в комментарии, согласен. Еврокомиссия посчитала стоимость всех экспортно-импортных ограничений в отношении России со стороны Евросоюза. Сумма достигла внушительных 123 миллиарда евро. Это 40 процентов всего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом в двадцать первом году. Но радует, что это всего лишь 40 процентов, это означает, что 60 процентов еще есть, так что, ребята, живем. И вот на этом фоне Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России. Напомню, в предыдущих восемь на 123 миллиарда евро уже вот этих вот всяких санкций. Интересно, сколько будет в девятом пакете? Ну, наверное, опять будет как десяточками. Они, в принципе, каждый пакет примерно по десяточке миллиардов евро. Еще десяточка миллиардов евро. Неплохо, да? Пакетики по 10 миллиардов. Они пока обсуждают, они пока ничего не говорят, но они уже точно сказали, что потолок цен на газ пока там не будет. И все вот это проходит на фоне того, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России перешли в сокращение. Напомню, что в начале этого года цены стремительно взметнулись вверх, и в первом квартале, и даже во втором доходы бюджета просто били все там в рекорды. Но сейчас, где-то начиная с июля, в августе особо, это уже сентябрь, доходы бюджета стремительно идут вниз. И, в общем-то, знаете, прогнозы-то неутешительные, потому что двухступенчатый эмбарго, который вводится, так сказать, постепенно, но они пока еще и не вошли-то, в общем-то, в действие. Поэтому в двадцать третьем году будет основное влияние, и вот ожидается, что нефтегазовые доходы в двадцать третьем году могут упать на 40-50 процентов относительно этого года. Вообще Минфин в этом году просто творит чудеса. Вот это как только нефтегазовые доходы пошли вниз, Минфин тут же сперва придумал, как изъять из «Газпрома» 1,2 триллиона рублей. Задним числом ввели налоги. А вторая операция была, что они все-таки выплатили дивиденды и еще получили 600 миллиардов рублей дивидендов с «Газпрома». В общем, в связи с тем, что бюджет недополучает в конце года значительные нефтегазовые доходы, это финт ушами проходит. Друзья, у меня к вам вопрос. Смотрите, в двадцать втором году спонсором пополнения выпадающих доходов из бюджета Российской Федерации оказался «Газпром». Ну вот я вам только что рассказал эту историю. В принципе, больше такого размера компании, у которых была бы такая вот наличность на счетах, ну как бы в России нет. Крупных нет, средних нет. И поэтому у меня к вам вопрос. Кто окажется спонсором пополнения российского бюджета в 23-м году? Предприятия начали отказываться от проведения запланированных новогодних корпоративов из-за несвоевременности развлекательных мероприятий. Статистика следующая. Решили отменить свои новогодние корпоративы в этом году около 70 процентов компаний. Это существенно. Города решили не делать праздники, даже елку не ставить. Например, в Петербурге власти сообщили, что не будет на Дворцовой площади елки и так далее. Правда, сейчас появилось массовое сообщение о том, что не-не, все-таки елка будет и так далее, но не везде. Я про себя хочу сказать. Я еще не решил. До Нового года еще дожить надо. Ребята, нынче такое время, когда у меня горизонт планирования неделя. Да вы говорите Новый год. Какой нахрен Новый год? Вы чего? Поэтому, ребят, кого волнует Новый год, тот здорово живет. У того горизонт планирования вон какой, а у меня неделя. Поэтому, ребят, на самом деле на неделе у меня все распланировано, а дальше как пойдет. Поэтому пишите мне в комментарии, если у вас тоже горизонт планирования день, два, там, неделя, да. Но если вы мне напишите, что у вас горизонт планирования до Нового года и дальше, ну, ребята, я вам поставлю жирный лайк. Крупные банки начали повышать ставки по кредитам для населения на фоне принятия законов о кредитных каникулах для мобилизованных. Дороже стали в том числе ипотечный кредит. Дело в том, что центральный банк разъяснил, что льготы мы ввели, а источниками финансирования этих льгот будут ресурсы самих банков. А где банки берут эти ресурсы? Понятно, что они усредняют. Короче, как обычно, те, кто платят, они платят за себя и за того парня, который не платит, платит тот, кто платит. В результате простая математика, да. Что здесь сказать? Конечно же, рот ставки будет приводить к тому, что будет замедляться стройка, там, приобретение новых жилья и так далее, индивидуальное жилищное строительство и так далее. Вообще говоря, стройка сейчас одна из отраслей, которые поддерживают российскую экономику, много рабочих мест создают и так далее. Не хотелось бы, правда говорю, не хотелось бы, чтобы эта отрасль пришла в торможение. Дело в том, что моя компания обслуживает эту отрасль и, соответственно, если эта отрасль подстанет, да, то Технониколь, конечно, потеряет очень много заказов, а этого не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы все-таки Технониколь тоже сохранял рабочие места и мы из кожи вон будем лезть, чтобы сохранять рабочие места. И продолжая тему кредитных каникул, вот вам еще одна новость. Депутаты предложили освободить мобилизованных владельцев малого и средних предприятий от платежей по кредитам. Каникулы дадут на срок службы плюс один месяц. Ну, вообще, ни хрена не понятно, как это повлияет на сохранение предприятия малого и среднего бизнеса. Ведь если человека мобилизовали, он уехал, он вряд ли сможет управлять этим малым и средним бизнесом, он просто разбежится, рабочие места исчезнут или этот бизнес просто будет банально разворован. Я, ну, скорее всего, думаю, способность управлять малым предприятием в условиях физического отсутствия владельца, ее нет, ее просто физически нет. Поэтому вот эти вот каникулы по кредитам, это, конечно, хорошо, но это такая маломера, что называется, она ни на повлияет. И, к сожалению, вынужден констатировать, что сейчас закрывается огромное количество малых таких компаний, где там 8-15 человек и так далее, потому что владельцы этих компаний куда-то там разбежались, кого-то мобилизовали и так далее. Все, люди уехали и работникам своим сказали, все, ребята, давайте, компании больше нет. Меня это очень волнует, потому что, представьте, я покупал услуги там, да, и вот 3 компании, у которых я покупал услуги, я не могу дозвониться, их нет. Кстати, я платил им предоплату за услуги, бабок нет, они куда-то исчезли с бабками. Поэтому, ребят, если вы тоже сейчас ищите в интернете, где купить подешевле товары и услуги, сейчас в интернете столько жуликов, которые на фейковые сайты собирают там платежи людей и потом исчезают эти сайты, будьте осторожны, потому что, ну, реально вот времена такие, поэтому перед тем, как заплатить кому-то деньги, пожалуйста, проверьте 10 раз, а существует ли такая компания вообще физически, проверьте, приезжайте к ним в офис, посмотрите, товар пощупайте. Кстати, тут уже появились даже сообщения, что приезжает, товар щупают и так далее, деньги переводят, а оказывается им был фейковый склад представлен. Поэтому смотрите, будьте аккуратны, осторожны, помогайте друг другу и самое главное отправьте этот выпуск своим родным, близким, кому добра желаете, чтобы люди были осведомлены, а осведомлены значит вооружены. Правильно. В России вырос спрос на адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов. Ну, вы знаете, куда теперь идти, на что учиться, на психологов, на грузчиков, на нотариусов, на адвокатов. Ну, знаете, это временно. Сейчас на стрессе многие там побежали делать завещания какие-то нотариусу, конечно, все это пройдет, как только вот этот вот уровень стресса станет нам привычным. Запомните, человек привыкает ко всему и текущий уровень стресса, ну да, это такое вот событие, которое нас вышибает из колеи, но когда мы привыкнем жить в этом стрессе, а я вам рекомендую сделать это как можно быстрее, все, нам больше не потребуются психологи, потому что вот эта вот жизнь будет для нас нормой, мы уж вы думаете, чем сейчас насущно надо заниматься, чтобы выжить в этом адском мракобесии и в этом просто тотальном неопределенном мире и не сгореть дотла? Ярд с Рыбаковым — это очень сильное решение, но сразу предупреждаю, эта программа только для очень обеспеченных людей, те, которые ценят и знают, насколько важно сейчас, чтобы был учитель, учитель, который проходил 10 кризисов и знает, как быть в этой ситуации. Это очень дорого — раз, это очень больно — два, и это, конечно же, с гарантией. Вот те люди, у которых есть решимость, бабки, да, и те, которые хотят процветать, а не просто выживать — все, приходите на программу моего личного наставничества. Я вас жду, называется Ярд с Рыбаковым, ссылка будет под этим видео. Друзья, а сейчас будут новости для алкоголиков и для любителей. Я не знаю, к кому вы себя относите, обычно все алкоголики относят себя к любителям, а все любители — они, в общем-то, на самом деле алкоголики, поэтому давайте так, вы сами там разбирайтесь, а я вам по новостям. Итак, в ассоциации компании розничной торговли предупредили, будьте внимательны, да, запасы импортных крепких напитков в России почти исчерпаны. Что же будут люди делать, которые любят Джек Дэниелс, там, Black Label, там, и так далее, да? Короче, глава организации Игорь Караваев сообщил, что в магазинах почти закончились Джек Дэниелс, Гранс, Бакарди, там, всякие ликеры и так далее, и так далее. Да их с ним, вот что я вам так скажу, кончились у вас Бакарди там, да все. Да их с ним, понятно, я уже 10 лет не бухаю. Ну, не беспокойтесь, кто бухает и кто выпивает, не важно. Росалкогольрегулирование сообщило, что мы исключаем дефицит крепкого алкоголя в России и отмечаем, что производство отечественных напитков крепких, да, на фоне стабильного спроса, да, увеличивается. Поэтому не волнуйтесь, самогон будет, крепкие напитки в России умеют производить всякие там водки, настойки и так далее, там подобное. Ну, а если вам хочется импортного вот этого всего, ну, есть параллельные импорты, там, в три дорогая или там в четыре цены, всегда это есть, вот, поэтому не волнуйтесь, но я вам рекомендую перестать просто бухать на этом фоне. Во-первых, это дешевле, раз, здоровье, два, а в-третьих, у вас сразу найдется время для того, чтобы перестать выживать, да, а начать процветать. Вы, когда посчитаете, вы увидите, что за два года бухания вот этого вот всего импортного алкоголя, так вы расходуете сумму равную, значит, моей программе Ярд с Рыбаковым. Так вот, смотрите, вместо того, чтобы бухать, вы бы пришли на программу Ярд с Рыбаковым, у вас бы было бы сейчас, знаете, да вообще все, что пожелаете, да вы могли купить 10 магазинов этого бухла, яхты, да, только просто они вам уже не потребовались бы, потому что вы были бы совершенно на другом уровне достоинства. Понятно? Российские активы компании Nissan перейдут в государственную собственность, сообщает Минпромторг России. Сразу сколыхивается такое ощущение, что это вот, типа, то ли завуалированная, то ли мягкая национализация, но давайте все-таки ознакомимся с новостью, прежде чем судачить и делать всякие домыслы. Итак, научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве переходит в федеральное государственное предприятие NAMI. Вот, Мантуров говорит, что удалось договориться и сохранить рабочие места, производственный цикл и так далее, более 2000 сотрудников. Я, кстати, очень рад, что Минпромторг участвует в этих сложнейших комбинациях, когда иностранцы уходят и не бросают активы, а эти активы удается сохранить как работающие активы. Это очень важно. Единственное, что смущает, это то, что АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти. Тоже добавляет Мантуров, но вот интересно, как это будет работать, когда АвтоВАЗ, ну вы сами все знаете, комментировать не будет вот послепродажное обслуживание делать и запчасти поставлять, потому что вот такие гибриды, это как скрестить ужа с ежом. Что получится? А это надо посмотреть. Давайте вместе смотреть, каков будет нынче Nissan. Может быть, название Nissan наконец заиграет новыми красками, да, и мы все с вами очень сильно удивимся. Nissan. Бывшая российская дочка Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки. Завод Подмосковья работает бесперебойно, сообщили в компании. Вы помните, как в один момент вдруг цветные ранние упаковки стали белыми, ну типа красок нет и так далее, там перебои какие-то возникли. Вот и я помню, я прихожу в магазин, а там такие безликие пакеты стоят и так далее. Я говорю, что? Ну, на самом деле, завод сменил собственника, да, его нового собственника. Получилось наладить поставки, там, краски и так далее. Вот теперь будут упаковки, будем наслаждаться. Вот и все. Поэтому, друзья мои, все течет, все меняется. Жизнь циклична. Если вдруг что-то испортилось, наладится. Если вдруг что-то наладилось, знайте, оно скоро испортится. Поэтому, ребят, доверяйте цикличности жизни. Поэтому, если сейчас вам плохо, жопа, стресс и так далее, скоро грядут другие времена, и все кончится. Ребят, плохое всегда кончается. И чтобы вам было хорошо, знаете, если сейчас вам плохо, вам скоро будет хорошо. Павел Дуров отказался стареть. Ух ты. Раньше Павел Дуров отказался лысеять. Я видел фотографию, где он почти лысый, а потом и на всех фоточках Павел Дуров стал такой с увесистой шевелюрой, да. Итак, основатель Телеграм Павел Дуров сообщил, что решил отменить свое... Он просто решил отменить день рождения. Что значит отменить старение? Павел Дуров поблагодарил всех за поздравления с днем рождения сперва, а потом отметил, что решил отменить свое 38-летие из-за того, что мир сегодня переживает сложные времена. Цитата. И добавил, так что мне все еще 37 лет. Все. А что, так можно было не отмечать день рождения и говорить, да нет, все, мне еще 18. Так, встречаешься такой бабушкой, да, сколько вам лет? Он говорит, 18 милок. Короче, Павел Дуров, ты в очередной раз вдохновляешь сердца многих людей, ты наконец даришь нам возможность не стареть без всякой фармы, без всякого ботокса. Ребята, просто не отмечайте свой день рождения, деньги сэкономите и так далее, но еще действительно времена сложные, поэтому делай как Павел Дуров и останешься молодым. Ну а я хочу вам пожелать, давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому место просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.